здравствуй путник сегодняшняя история а точнее сборник историй называется ложные воспоминания это трец имиджборд про ложные воспоминания собственно в нем будет ненормативная лексика и сленг имиджборд вы предупреждены а перед прослушиванием я благодарю следующих подписчиков за донаты дмитрий чугунов илья с валерий чехов ира с валерий и илья длительный контент долгие длинные истории еще будут конечно когда появится больше свободного времени и конечно же благодарю всех подписчиков бусти которых вы видите на экране в особенности подписчиков руслан буранов ирина житкова глашатой соня веляна тромбон и огромнейшее спасибо алексею ульянову вы все очень помогаете каналу за что вам огромная благодарность ну а теперь к историям и приятного прослушивания анон у меня нередко в памяти всплывает всякая ебанина происходившая со мной в детстве например парк в которой я ходил с бабушкой когда мне было лет пять примерно он находился через шоссе от моего дома и чуть вперед было похоже на в днх но все же не то точно не сон слишком яркие и точные воспоминания как же я охуел когда на медне об этом вспомнил и решил отыскать этот парк а потом понял что на том месте нет блять ничего даже близко похожего на месте парка на самом деле находился лес и какая-то уебанская промзона второй случай в детстве я был довольно таки забитым уебаном каковым остаюсь и сейчас поэтому по большей части сидел дома как сыч или пил хуэргу из пластилина теребил джонсона рисовал да и в целом развлекался как мог часть их действия выполнял на даче в какой-то маленькой комнате в которую я попадал пролезая в какой-то проем за шкафом он был узкий довольно потом какой-то небольшой спуск а потом комната размерами примерно два на два метра конечно же не было там никакой комнаты на деле так что хуй знает что это было ибо мои визиты туда были регулярными и вполне реальными третий случай будучи пиздюком лет пяти или четырех родители меня отправили на праздник в честь дня рождения какого-то другого пиздюка тот жил в частном доме когда все играли в прятки я спрятался за диван который стоял на углу но был закругленный как бы то есть пространство в углу за диваном было свободно залез я туда опа блять опять комната при том здоровая но я пересрался и вылез оттуда поскорее рассказал потом родителям те знатно прихуели и эту тему заминали как-то это то что вспомнил сходу было множество странных и криповых воспоминаний с промежутка между четырьмя и шестью годами по типу несуществующих мест несуществующих людей несуществующих мультиков фильмов и прочей хуеты хуэта происходит и сейчас например регулярно бывает так что у людей меняются имена была знакомая по лида я ее так и называл она даже отзывалась через месяц и татьяна внезапно стала ладой при том это точно не наеб я видел ее паспорт мельком дважды до перемены и после меняются географические названия названия магазинов в целом регулярно происходят какие-то перемены подобных вещей что заставляет меня каждый раз изрядно охуеть возможно я поехавший но это не точно так вот оно были ли у тебя когда-либо ложные воспоминания может ты смотрел какие-нибудь передачи которых на самом деле не существует природе был в несуществующих местах был с несуществующими людьми и я не от ульпах а может быть резко магазин около твоего дома превратился в сарай или наоборот хотя все вокруг утверждают что так было всегда или постоянно меняются названия различных объектов привычные цвета объектов и вся хуйня несуществующий маршрут бам внутри от своими воспоминаниями несуществующими да в общем тоже где-то лет в пять может чуть помладше я поехал с отцом ко врачу обратно мы возвращались на маршрутке через кольцевую я отчетливо помню это но никакой маршрутки там не ходила да и не ходит сейчас что это оп давай размышлять подвал я все чаще натыкаюсь на людей у которых такая хуета имеет место быть например недавно знакомый рассказал как он гулял со своим соседом который реально существовал но умер еще до его рождения алса я вспомнил некую хуйню пожалуй кратко расскажу для начала о том что моя лимоман ебанутая на всю голову алкоголичка которую в итоге лишили родительских прав и которую я уже хуй знает сколько не видел так вот воспоминания мамка завела меня в какое-то темное подвальное большое помещение в подъезде моего дома при том вход был именно в самом подъезде живу там же сейчас там небольшая перепланировка чисто бабка консьержка а тогда это был обычный мрачный падик окрашенный грязно-синий видимо перемешанный с говном краской но мамка и завела меня в этот подвал вместо пола была твердая немного сырая земля а на стенах было много почтовых ящиков мамка как-то рылась в них искала что-то я же орал и плакал мол мама еб мать твою пошли уже отсюда а она все ладила мол ща пойдем сыночка корзиночка тетя люда у меня тоже был подобный случай в детстве года 4-5 помню как гулял с мамкой она сказала что сейчас пойдем к ее подруге тете люди мы пошли через парк в сторону где никаких жилых домов не могло быть по определению только гаражи и территория завода позже помню спрашивал ее про этот случай на что она ответила что подруги с таким именем у нее нет и скорее всего это мне приснилось алса уже более в позднем возрасте попадал в подобные ситуации во сне происходило что-то охуительное потом я просыпался во сне и пытался найти это место для человека но не находил его теневая собачка помню как дед делал рукой теневую собачку я к ней прикоснулся и она меня укусила дед смеялся потому что думал что я прикидываюсь синька на дне рождения одного из немногочисленных друзей семь лет назад нахуярился в синьку и покинул их веселую компанию отправившись домой в одиночку через весь город на следующий день друг рассказал мне что я никуда не уходил покинул их только к утру и все время был какой-то подавленный последствия веселого этанола нет родители и похороны бабушки у меня тоже есть пара таких эпизодов возможно были еще но я их забыл один это как я совсем мелкий и вижу девушку с длинными светлыми волосами и парня и это как бы мои родители раньше это воспоминание было полнее сейчас одни обрывки остались но у моей мамки короткие темные волосы и вообще не с папкой меня родили когда им было под 40 из-за этого воспоминания в детстве думал что меня усыновили но эта хуйня я слишком на родителей и сестер похож алса якобы помню похороны бабушки то есть просто как выглядело небо в тот день и что была осень и я плакал я присутствовал на похоронах и действительно плакал как мне рассказывали какое было время года хз но мне тогда было два года и скорее всего я все придумал бабушку до этого я видел пару раз всего так что вряд ли понимал что происходит вообще дядя рома у меня такая хуйня только касательно соседа моей бабушки было но зато хуйня знатная сосед для меня умирал и воскресал дважды первый раз я точно помню что дядя рома умер приезжаю к бабушке а он у нее сидит в карты играет я охуел но виду не подал только у мамы потом спросил мол что за хуйня какого хера он живой через пару лет дядя рома таки умирает в прошлом году приезжаю к бабушке на ее день рождения и тут в квартиру опять заходит он тут я уже осел основательно выдернул мамку и пояснил что это уже полная хуйня и дядя рома второй раз меня наебывает со своей смертью маман опять заявила что у меня с головой проблемы и чтоб шел я нахуй и так теперь дядя рома опять умер в этот раз вроде бы точно я закрепил эту инфу с маман с бабушкой и женой подошел к каждому и сообщил что дядя рома умер они мне это подтвердили жду третьего пришествия умер он странно я даже удивился немного на днюхи бабушки был очень активным прям живчиком а потом за пару месяцев как говорится сгорел притом узнал я его смерти через полгода мне почему-то не сказали будто забыли мое негодование по поводу его нахождения среди живых извините за неровный почерк температуру люто приснившаяся песня лет в 13 приснилась одна песня я четко ее запомнил ходил напевал она мне нравилась так как сон был под эту музыку яркий очень реалистично и нес позитив гулял я в нем по парку аттракционов и катался на всех подряд представьте мое охуение когда эта песня стала саундтреком для игры которая вышла четырьмя годами позже саундтреком специально написанным для нее дабы не разводить вкусовщину умолчу о песне по секрету скажу саундтрек называется his film детсад вот моя история 45 лет моего друга в детсаде день варенья играли в какую-то настольную игру где кубик бросаешь и ходишь по клеточкам суть парня звали димой а потом через пару недель он опять праздновал днюху но уже под именем влад перепутать имя я не мог так как это был мой единственный друг в то время алса больше дима не появлялся влад занял его место прочно а родители и воспиталки не помнили никакого диму вторая мне лет десять мы уже переехали в другой город жить и на лето я приехал обратно до сих пор так делаю пошел гулять встретил давних знакомых поболтали выяснилось моего детсада не существует сказать что я тогда опух ничего не сказать я потребовал доказательств и мы пошли туда благо идти пять минут каково же было мое удивление когда на месте моего садика и ламповых воспоминаний я увидел детскую площадку явно построенную как минимум в конце 90-х родители спросил подтвердили слова ребят и сказали что я ходил в другой садик тремя кварталами выше на следующий день я пошел посмотреть на тот садик и что же ни хрена не тот это садик начиная с планировки здания и кончая цветом здания и ворот хрен знает что это было пишу из автобуса спешу кое куда за кривой слог не корите особо подруга детства номер раз мы тогда жили в панельной девятиэтажке и там на крыше над каждым подъездом были такие небольшие будки надстройки и я помню как мы с этой девочкой залезали в эту будку в нашем подъезде играли там жрали печенье выходили на крышу причем я помню очень много деталей голубую краску в подъезде лестницу с девятого этажа в эту будку спаянные рифленые железные прутья какое было небо когда мы были снаружи как я боялась подходить краю крыши и так далее но почему-то в этой будке был дополнительный лифт и она была очень уютно обустроена я до сих пор не могу понять правда это или все мне это приснилось и придумалось но странность в том что очень долгое время мне вообще не приходило в голову в них сомневаться номер два чуть менее реалистичен от нашего дома можно было очень быстро выйти на берег реки когда я была мелкая там даже купалась но потом ее застрали китайцы я помню как мы с этой девочкой лазали по затонувшему кораблю естественно не целиком затонувшему а по такой ржавой развалине которую прибило к берегу технически она должна была быть прямо напротив дома и видна с моего балкона как и с предыдущим случаем я помнила много деталей не сомневалась в реальности произошедшего но через некоторое время мне пришло в голову показать этот корабль родителям и естественно там ничего не было может конечно у меня была очень хорошая фантазия но очень хорошо помню все ощущения запахи и свои эмоции вот такие дела близняшки еще когда я был в четвертом шестом классе помню в соседнем учились две тянки близняшки я даже имена их помню но где-то в шестом одна из них исчезла из вида я думал может быть перевелась в другую школу или еще чего фиг с ними примерно полтора два года назад вспомнил эту историю и решил написать оставшийся на аск мол как там твоя сестра что с ней ответом было что-то вроде ты че ебанутый какая сестра чутка удивился но решил что она просто не хочет об этом говорить окей недавно опять вспоминал об и решил расспросить уже бывшую одноклассу и анон как же сжался мой пердак когда я услышал ответ ты че ебанутый не было никаких близняшек решил что одного человека недостаточно и опросил еще нескольких и все говорили то же самое сука один даже подумал что я шучу а потом посоветовал сходить к врачу лол так в чем же вся соль первое дело в том что я всегда знал что в классе близняшки это не пришло мне в голову одним вечером это вполне наработанная за года установка что в третьем что в пятом что в восьмом классе я знал именно поэтому я так пересирался с ответов второе я помню один момент он из пятого класса мы же типа перешли уже среднюю школу и все предметы вели новые учительницы так вот одна из них была классная руководительницей того самого класса где предположительно учились близняшки приходит она к нам на урок и сияющим лицом сообщает что мол у нее в классе оказывается учиться близнецы такая реакция потому что на первый год в школе только устроилась и никого не знает в общем из этих двух пунктиков меня и запутала эта история но возможно я реально был упорот и каким-то боком выдумал себе этих близняшек но нахуя или к ним наведались люди в черном или я могу видеть больше чем простолюдиный лол но все равно очень интересно школа из сна не крипотно на самом деле но для меня в то время оказалось крипотным это было в районном центре где мы раньше жили и который по моему мнению годам 12 я уже весь прекрасно знал как-то мне приснилось какая-то одноэтажная школа которая как мне показалось реально существовала в этом городе что было странным в ее дворе было много тепловых труб и было какое-то гнетущее ощущение и я никак не мог представить где она могла находиться я спрашивал у всех где такое в нашем городе все только пожимали плечами я уже начал думать что это реально мой мозг придумал потом я все-таки наткнулся на это место оно находилось в глубине частного квартала и к нему шли только пешеходные дорожки все было как во сне монетки бомбану своей истории в детстве как сейчас помню были монетки по 3 и 4 рубля очень часто мороженое на них покупал поэтому и запомнил лол но когда при разговоре об этом упомянул на меня как на поехавшего посмотрели но я даже диаметры помню 3 рублёвая была чуть больше 4 рублёвой я даже охуевал от происходящего мол номинал меньше а монетка больше такие дела поездка на рыбалку когда-то давно когда мне было пять лет мы с батей и с его другом на машине поехали на рыбалку километров 300 наверное от города по пути они решили заехать проведать какую-то родственницу его друга которая жила на берегу реки в общем подъезжаем и к ее дому уже не помню был там забор или нет и тут я вспоминаю это место как раньше был здесь отец с другом начинают в голос орать что такого не могло быть потому что быть не могло и что я просто мелкий пиздюк и просто где-то похожее место видел лол на что я описывал внешность хозяйки дома и где в доме какая вещь стоит в деталях из дома выходит бабуськая приглашает нас внутрь чайку попить внутри все было как я и описал от расстановки предметов до их самих трустори я не траль вышка было такое с балкона в моей комнате открывается охуенный вид на город ибо не застроено все и у меня обзор на целый горизонт так вот прямо по курсу можно увидеть большой но полузаброшенный дом родители говорят какой-то конструкторский институт при совке был и я отчетливо помню что прямо за ним стояла вышка вроде лэб но какая-то такая высокая что была в два раза выше этого дома хоть и стояла дальше не знаю по моему лэб и не могут быть такими огромными особенно учитывая расстояние до того дома это все лет до 7 8 было отчетливо ее помню но однажды эта вышка исчезла может конечно ее просто снесли но когда я спрашивал у маму куда она делась она говорила что там никакой вышки не было никогда но блин ее невозможно было не заметить не особо крипома конечно но вот такой похожий случай а еще вспомнил что когда мне было лет десять это вышка вернулась но как бы переместилась чуть левее сейчас ее нет фотографирование помню еще хуйню странную из детства я совсем был малой может года четыре может пять так я помню как меня отвели фоткаться причем далеко в ебнутое такое место хотя у нас под домом эта хрень есть так вот помню что я на стуле сижу фоткаюсь а мне какие-то бледоватые вещи говорят мол слоника покажи руками змею зебру какую-то а я все равно на месте сидел и не двигался причем это не сон был я слишком отчетливо это помню а самое охуенное в этой истории то что я половину действа запомнил от третьего лица причем я видел самого себя который сидит и фоткается и не из воздуха я наблюдал нихуя я видел это таким планом что я типа подглядываю с приоткрытой двери естественно все мои родичи говорят что нихуя подобного не было наверное я поехавший но у меня с детства и банутых историй дохуя машка с именами такое же но паспорта я не видел просто в один прекрасный день имя моей знакомой оказалось совершенно другим хотя я отчетливо помню что она отзывалась на имя машка причем даже когда мои другие знакомые называли ее так она откликалась а потом хуяк и все в один голос говорят мне что ее зовут иначе странный детсад помню как мамка вела меня в детсад помню то что он очень ебанутого строения был с узкой для одного человека завивающейся лестницей был да и само здание было приплюснутым с боков и каким-то неестественно длинным для своей ширины пару лет назад ходил туда с мамкой она показывает на обычное ничем не приметное здание и говорит что это мой детсад сказать что я охуел ничего не сказать заблудился в школе бля было подобное вспомнил какую-то хую тумал как в школе заблудился и там какие-то высокие ржавые лестницы были и куча железа повсюду прям помню все помню помню сука но в школе такого не было таких помещений не было блять я помню раз возвращался к этому воспоминанию а потом вспомнил что это был ебаный сон лоу вот рилин много лет думал что это было в натуре это оказался сон вот только как я понял что этот сон так и не осмыслил смерть миадзаки у меня ложные воспоминания связаны с некоторыми историческими фактами и тому что крутили по тв но все по мелочи например до прошлого года я был твердо уверен что миадзаки старший давно умер а потом опа внезапно узнал что все еще жив и даже трудится над новым проектом как-то в похожем трейдер видел что некоторые ананасы писали то же самое а еще в детстве попадался какой-то странный фильм в котором была лесная нюх какая-то зеленая жила в разбитом пне или в огромном дупле лица не видел вроде только глаза бутафория дикая но в детстве страху наводила на меня причем фильм какой-то советский был сто процентов на русском герой разговаривали герои были людьми лоу то ли лесниками то ли исследователями леса но потом сколько не искал инфы про этот фильм так и не нашел дети на балконе помню угостил как-то у бабушки летом вышел в полдень на балкон стою любую с видом как вдруг сверху на меня тонкой струйкой льется вода поднимаю голову вижу этажом выше тянка лет десяти льет на меня из банки какую-то воду и улыбается дружелюбно так рядом с ней два куна тоже нашего возраста я насупился было но тянка весело помахала мне рукой и вся злость исчезла вытер воду с волос и помахал в ответ спросил можно ли мне подняться к ним поиграть они все радушно ответили согласием такой ламповой посиделки у меня в жизни не было мы играли в прятки или вкусняшки много смеялись у тян были необыкновенные зеленые глаза и наверное это была моя первая влюбленность анон так она смотрела на меня через пару часов я спохватился вспомнив что бабушка меня скорее всего потеряла и засобирался домой весело со всеми попрощался чмокнул тян в щеку от чего она заулыбалась и жутко смутилась условились повторить посиделку на следующий день весь окрыленный вернулся к бабушке и больше я не видел ни тян ни тех ребят вечером меня забрали родители и как-то это все забылось потом я еще часто гостил у бабушки но духу постучать в дверь тянь не было я часто смотрел в глазок пытаясь увидеть ее спускающийся часами стоял на балконе выжидая в надежде даже спрашивал у бабушки что за дети сверху а она отвечала мол какие еще дети однажды я остался у бабушки ночевать и эти соседи сверху ночью нас затопили я даже обрадовался этому так как появился повод наведаться к ним быстро оделся и пошел вместе с дедом дверь открыл перепуганный старичок позади него стояла старушка квартира была вообще не такой какой я ее запомнил да и никаких следов присутствия детей там не было обыкновенная стариковская квартира такие дела анон я потом часто пытался найти ее в контактике но обладая малым количеством информации о ней так и не смог этого сделать или быть может я не нашел ее потому что ее никогда не существовало радио центр еще вспомнил как-то приснился сон где я гощу уже у другой бабушки в деревне я там был и рел раньше но никогда не выходил в деревню только своя ограда речка лезь неподалеку по самой деревне не шастал ибо контингент там дикий необразованный так вот снится мне мол дедушка ведет меня на экскурсию по деревне вот мол хлебопекарня а вот радио центр но еще что-то показывал не помню отчетливо помню только радио центр через пару лет после этого сна я уже и рел отправляясь в гости в эту деревню и уже и рел идем с дедушкой куда-то на местный рынок кажется как вдруг я внезапно узнаю местность который раньше не был ни разу и говорю деду мол сейчас пройдем сто метров и налево будет радио центр он с таким ахуением в голосе да откуда ты знаешь приснилось чечня после вузика я вдруг вспомнил как воевал в чечне прям натурально вспомнил реально думал что я воевал пошел к мамке домой спросил куда надела форму мою но сами поняли что формы никакой не было а я тогда не верил думал все выбросили мою форму или проебали долго ругался по поводу формы помнил имена тех с кем служил пытался искать один съебал жить в другую страну другой где-то на дальнем востоке дальше искать не стал но все равно люди реальные мамка убедила что я вообще никогда не служил и я плюнул на поиски хуй знает что это такое было про бабка ебать вы тут все поехавшие ладно расскажу про свои случаи они не такие странные но все же первый было это в начальной школе сижу на перемене рисую вдруг в класс заходит моя прабабка встает за учительский стол и начинает разговаривать с детьми но она любила со всеми подряд потрепаться ничего удивительного из школы никогда не забирала но может один раз пришлось почему бы и нет но вдруг она говорит поднимите руку кто все еще ходит на горшок никто не поднимает все начинают ржать она продолжает а ноннейм поднимает руку и дальше все как в тубане про бабки уже нет живых спросить не у кого но буквально на днях до меня дошло что все же это был сон слишком гипертрофированная обрывочная картинка воспоминаниях и мне бы такое наверняка припоминали бы до выпуска поскольку был травим но закрадывается мысль что все же это не было сном и было как раз причиной травли просто не все помню второй случай мне четыре года отец пришел в гости стал смотреть как я играю с котенком о чем-то говорили отчетливо помню фразу я тебе пальцы отрежу почему сказал хз вскоре после этого он перестал приходить так что тоже спросить не у кого третий случай детсадовский возраст ложусь спать и вижу в темноте моргнувшие красные глаза которые тут же исчезли думаю предсонные глюки мужик с ножом лет в пять-шесть шел вечером было очень темно с тетей домой из магазина и метров за двести до подъезда за нами побежал мужик с ножом помню еще что когда мы бежали по нашему двору я выронил детальку от лего которая в кармане лежала помню даже что она была зеленая но потом выяснилось что тетя такого не помнит и никто вообще не помнит хотя по идее таких случаях точно рассказывают да и мало вероятно такому пиздюку убежать от взрослого мужика хотя я хз трубы за окном похожая в кое-то лет до пяти-шести каждый раз когда я с матерью выходил гулять я смотрел в окно у лифта дома деревья прочая херня и вот однажды выглянув как обычно в окно я увидел огромные трубы моему удивлению не было предела когда я спросил у мамани мол что за хрень их же тут не было она посмотрела на меня странным видом и говорит они всегда тут были пару раз еще будучи мелким поднимал эту тему но всегда получал лишь усмешливые взгляды спустя полгода я забил и просто принял это больше эту тему не поднимал помню что это не единственный случай когда происходило подобное дерьмо но единственный который мне запомнился буду признателен если найдется анон который объяснить мне как какого черта это происходит три высотных дома вспомнил недавнюю штуку еще пару месяцев назад вышли вечером с другом из метро наша станция всегда ею пользовались стоим ждем автобуса и тут почти одновременно замечаем что слева через дорогу возвышаются три высотных дома мы на месте прихуели слегка так как всю жизнь считали что там виднеется чистое небо а дома эти судя по виду стояли там лет тридцать не меньше на старых картах проверил есть я редко спешу автобуса часто жду долго и мне казалось местность знаю с закрытыми глазами с другом это больше не обсуждали да и он забил сразу скорее всего но теперь они всегда прям бросаются в глаза когда я туда приезжаю голуби на чердаке я четко помню воспоминания с детства полугодовалого возраста помню как мне снилась всякая непонятная хуйня какие-то буквы мелькающие в голове будто кто-то мне транслировал информацию в голову помню как писался в кровати и потом плакал помню из детства сон который повторялся лет до десяти как минимум раз в полгода я у мамы на руках она мне мерить температуру потом кто-то звонит в дверь мама идет открывать а я улетаю в потолок мама возвращается смотрит на меня но не на того который уже на потолке а на того меня который лежит на диване а я все улетаю улетаю и вдруг резко просыпаюсь отец мне не верил никогда что я помню он говорил что я это придумываю после того как я ему рассказал досконально о расположении вещей в комнатах описал квартиру и многие другие вещи он поверил и охуел из квартиры мы уехали когда мне было года полтора но одно воспоминание он никак не хочет подтверждать да ну и само по себе какое-то странное что-то о том как мы с отцом пошли на чердак а там были голуби привязанные за одну лапу веревкой и вот мы с ним ходили по чердаку и освобождали голубей те улетали потом те же манипуляции проводили во дворе я отцу рассказываю а он говорит не было такого хотя я помню все очень хорошо ящики ковер и ступени трет не читал решил сходу написать несколько своих историй возможно я абсолютно не отрицаю тот факт что я до ужаса поехавший но недавно проверялся сказали здоров так вот в основном ложные воспоминания появляются мелкие никаких новых маршрутов или парков но эти блять мелкие воспоминания сильно заставляют усомниться в моем здравомыслии или возможно подтверждают теорию о путешествии по параллельным вселенным что-то типа вратштайна буквально несколько месяцев назад пошел к знакомому в гости был у него в подъезде несколько лет назад и на первом этаже у него висели почтовые ящики захожу никаких ящиков спрашиваю у него Семен челкаши у вас в падике почтовые ящики и пизданули он без шуток отвечает какие ящики их уж лет восемь как нет как я сюда переехал почтальонша письма каждому заносит долго не был в деревне там мои кузены живут решил проведать отчетливо помню ковер с психоделический красно-черным орнаментом теперь там ковер со львом спрашиваю что за фигня мне говорят он тут уже лет двадцать висит мол один хуй с афгана привез всегда в детстве угорал по тому чтобы считать ступени отчетливо помню что в подъезде между нулевым и первым этажом было шесть ступеней недавно посчитал семь фундамент хорошо помню как батя закладывал фундамент дачи за день и в одиночку мы с ним были на будущей даче только вдвоем это чтобы не обломать грядущую шутку про отрицание мозгом страшных анальных событий как-то упомянул при нем это на что батя сказал что во первых фундамент клали несколько человек а во вторых не верю и вы все врете тебе тогда было года полтора но я отдельные моменты тех времен помню очень подробно то что это сон исключено ибо помнилось всегда как само собой разумеющийся с того самого года у меня нет такой хуйни чтобы сны принимать за действительность спустя долгое время самолеты над городом помню когда мне было лет пять у нас в городе были какие-то военные учения много самолетов летела над городом низко в нескольких метрах от крыш домов стоял дикий гул сейчас вспоминаю что самолеты были странные похожи на транспортные самолеты времен вов это помню не только я но и сосед моего возраста но самое странное то что до ближайшей военной части сотни километров аэродром в моем ухостранске в 90-е был заброшен еще в детстве в дошкольном возрасте у меня был охуенный друг с ним так лампово было гулять хотя он был довольно уродлив даже на мой детский взгляд я никогда не был у него дома просто встречал во дворе кроме меня его никто не помнит еще помню как играл и все такое с батей хотя помер он когда мне было два года компьютер мак в детстве однажды ездил с родителями в компьютер мак помню мы садились на троллейбус маршрута номер два у нас город вытянут вдоль побережья отворотов и углублений мало но тот маршрут отворачивал с одного из главных проспектов и шел куда-то между домами а конечная остановка была вообще просто организована три дома с трех сторон а с четвертой сопка и гаражи наверху в общем в тот компьютер мак мамка возила pentium 2 на починку наш первый комп помню еще когда мы ехали меня удивило то что троллейбус проехал мимо какого-то дома напоминающего особняк я то не думал что такие могут стоять в городской черте обратил тогда внимание мамки она тоже удивилась прошло больше восьми лет и я как-то когда ехал в маршрутке по тому проспекту осознал что ответвление этого как бы и быть не может то есть проспекту потянется с одной стороны упираясь в сопки и заросшую долину а с другой в дома и магазины заинтригованный сел на пресловутый троллейбус номер два как же я охренел когда понял что маршрут совершенно другой совсем не такой как мне запомнилось с детства я подумал что попутал маршрут хотя их всего было в городе четыре штуки и расспросил мамку она помнила что мы чинили компьютер но описанный мной маршрут не узнала по ее словам мы были совсем в другом месте я настоял на том чтобы мы поехали в это место мы и поехали оно оказалось совсем совсем другое другой конец города и вообще не те остановки как я потом не переспрашивал мамку она твердо убеждена что была там а не где-то еще назревает вопрос в каком мире нам чинили компьютер вот те крест он он я до сих пор не знаю твердо убежден что не выдумал и не напутал с маршрутом всем спасибо за прослушивание такой вот получился сборник кстати за него проголосовали в телеграм канале если вы хотите также участвовать в жизни канала и получать всякие важные новости то милости прошу подписывайтесь на телеграм канал ну а также подписывайтесь на youtube канал если этого вдруг еще не сделали ставьте лайки или дизлайки пишите обязательно комментарии и подписывайтесь на бусти если есть желание возможность там выходит эксклюзивный контент такой как эксклюзивные истории дополнение ко всем вышедшим историям разные мрачные стихи и так далее всем еще раз спасибо за прослушивание надеюсь сборник вам понравился ждите вторую часть ну а с вами же был канал зов извне всего хорошего и помните что мы обязательно еще увидимся ведь мой канал это не ваше ложное воспоминание